Привет, я Владимир Милов и я веду еженедельную программу об экономике на канале Алексея Навального и мы снова говорим с вами о пенсионном возрасте. Госдума приняла во втором чтении закон о повышении пенсионного возраста с 1 января. Это значит, что сотни тысяч россиян, которые готовились и ждали законного выхода на пенсию, теперь не смогут на пенсию выйти, им придется ждать еще год. И мы сейчас с вами пройдемся по основному вранью и мифам, которыми нас пичкали власти все эти месяцы. Ну, во-первых, сейчас вам опять будут рассказывать, что президентские поправки в закон о повышении пенсионного возраста что-то там якобы смягчили. Это вранье номер один, потому что на самом деле Россия идет по одному из самых жестких вариантов повышения пенсионного возраста в мире. За последние три десятилетия 16 стран повышали пенсионный возраст и в среднем это повышение составило 2 года для мужчин и 5 лет для женщин. Россия повышает пенсионный возраст на 5 лет для мужчин и 5 лет для женщин, это сильно выше, чем в среднем по миру за последние десятилетия. Особенно тяжело придется женщинам. Сейчас новости подают так, что якобы им снизили повышение пенсионного возраста аж на 3 года, но на самом деле откладывать повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет чревато очень серьезными негативными социальными последствиями. Мы много рассказывали вам о том, что именно женщинам труднее всего находить работу после 50, им предлагают самые низкооплачиваемые, низкоквалифицированные профессии, и сейчас мы дополнительно получим сотни тысяч новых безработных женщин в год из-за того закона, который приняла Госдума. Следующая враньева о том, чтобы якобы нет других вариантов и нет денег для того, чтобы избежать повышения пенсионного возраста. Но это уже даже не смешно на фоне новостей о рекордных профицитах федерального бюджета, которые мы видим от правительства каждый месяц. Только за 8 месяцев этого года профицит федерального бюджета составил 2 триллиона рублей. Простите, но лет на 6 можно закрыть вопрос о повышении пенсионного возраста только теми деньгами, которые дополнительно получил федеральный бюджет только в этом году. Не говоря уже о том, что 30% расходов бюджета пенсионного фонда идут не на выплаты пенсий по старости. Вы спросите, на что? Ну, во-первых, на сам пенсионный фонд. Он у нас рекордсмен по численности в мире, там работает почти 110 тысяч человек. А роскошные дворцы, которые настроил пенсионный фонд по всей стране, уже стали предметом многочисленных шуток и мемов. Кстати говоря, пенсионный фонд отрицает, что у него есть дворцы и не хочет их продавать. Он говорит, что это якобы обычные офисы, но каждый житель любого города России может просто пройтись к своему отделению пенсионного фонда и посмотреть, насколько он выделяется своей роскошью и дороговизной. А глава пенсионного фонда России Антон Дроздов – миллиардер. Нет, читайте и смотрите недавние расследования фонда борьбы с коррупцией на тему его роскошной недвижимости и парка иномарок, который он где-то взял, работая десятилетия только на госслужбе и ни дня не проработав в бизнесе. Следующее вранье – это якобы о том, что в России как-то замечательно выросла продолжительность жизни. Слушайте, посмотрите в собственную правительственную статистику. Они уже показывают не первый год о том, что у нас возобновилась естественная убыль населения и смертность превышает рождаемость. Это значит, что в ближайшее время, скорее всего, вот эта пресловутая продолжительность жизни опять пойдет вниз. Но мы с вами узнаем об этом уже после того, как закон о повышении пенсионного возраста вступит в силу. То есть практически все, что власти и их пропагандисты говорят нам о повышении пенсионного возраста – это вранье и обман. Не верьте ни одному их слову. Единственная цель этого решения – это просто тупо залезть к нам с вами в карманы. Сколько каждый из вас потеряет на повышение пенсионного возраста, вы можете просто посчитать. На сайте pensia.org для этого есть специальный калькулятор. Но на самом деле это сотни тысяч и миллионы рублей, которые мы отдадим государству в виде дополнительных налогов и которые мы недополучим в виде причитающихся нам пенсий. И еще одна неприятная новость – вместе с повышением пенсионного возраста Госдума приняла закон об уголовной ответственности для работодателей за увольнение работников в предпенсионном возрасте. Я думаю, все прекрасно понимают, к чему это приведет. Во-первых, к новой волне прессинга и беспредела в отношении российских предпринимателей. Им придется столкнуться с новыми волнами проверок со стороны силовиков, надзорных органов, с новыми уголовными делами. Во-вторых, конечно же, пострадают сами люди старшего возраста, потому что теперь им еще сложнее будет найти работу, им теперь еще будет сложнее защитить свои трудовые права. Работодатели не дураки. Они найдут способ избежать уголовной ответственности, будут заставлять писать заявление об увольнении по собственному желанию с открытой датой, будут заключать краткосрочные трудовые договоры и в целом будут стараться избегать принимать на работу людей в старшем возрасте. Таким образом, введение уголовной ответственности за увольнение людей в предпенсионном возрасте – это очень опасная мера, которая сильно ударит и по российскому бизнесу, и по людям в старшем возрасте, которым будет гораздо сложнее теперь найти работу. Мы ни в коем случае не должны сдаваться и обязаны продолжать борьбу против пенсионного грабежа и против антинародной власти, которая инициировала все эти меры. Распространяйте этот ролик и другие ролики Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией. Агентируйте своих знакомых, соседей, раздавайте листовки, участвуйте в акциях протеста против повышения пенсионного возраста. Мы не должны сдаваться, потому что в этом решении повысить пенсионный возраст проявилась вся антинародная сущность той власти, которая сегодня руководит Россией. В итоге наша с вами задача – эту власть сменить, иначе они продолжат залезать к нам в карманы этим или другими способами. Других вариантов нет – либо мы, либо они. Продолжение следует...